Всем привет! Меня зовут Настя. Вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Я вас приветствую в очередном влоге. Будем говорить о вязании, о рукоделии. Посмотрим немножко красивых кадров из Аджарии. И я вам желаю дальнейшего приятного просмотра. Привет, дорогие друзья! Сегодня среда. Я только сегодня села записывать первый фрагмент для влога. Просто потому, что мы были в отпуске. Небольшом, но который очень помог восполнить энергией и силы. И возвращаюсь к вам с проектом, который у меня уже был на спицах. И давайте поговорим в первую очередь о вязании, потом еще о каких-то новостях. В отпуск я взяла с собой вязать жаккардовый джемпер с круглой кокеткой, который начала вязать, кажется, на прошлой неделе, если мне не изменяет память. И не знала, успею ли я вывязать круглую кокетку с жаккардом или нет в отпуске, но я успела. Я немного времени проводила за вязанием, очень много мы гуляли. Когда мы были на море, то я просто сидела и наслаждалась, грелась на солнышке. Вязать меня совсем не тянуло. Ну а вечерами в гостинице было очень плохое освещение, поэтому вязала я немножко, но приехала я с вывязанной круглой кокеткой. Здесь появились лошадки. Думаю, что после стирки они будут более заметны. Это традиционные скандинавские лошадки дала, шведские. И я вывязала всю круглую кокетку и уже перешла к вязанию тела. Отделила рукава, пересняла их на вспомогательные тросики и немножко провязала тело джемпера, но немного. Потому что к этому я приступила, кажется, позавчера. Вчера мы приехали довольно поздно и всю вязать долго у меня не было, поэтому чуть-чуть продвинулось. Но это тоже на самом деле результат. Примерка будет, но чуть-чуть попозже. Будет небольшая свобода облегания у этого джемпера, но должен он получиться красиво и отлично будет смотреться осенью и зимой. Я на это очень рассчитываю. У меня есть какие-то пока неровности, но все это потому, что полотно пока не постирано. Это шерсть и на ней все очень неплохо видно. Вязала я жаккард с протяжками и теперь перешла на просто лицевую гладь одним цветом. Вяжу я из пряжи от Тройска, которая называется... От Тройской фабрики, которая называется Шотландский твит. И это все еще первый моток, друзья. Мотки по 100 грамм, поэтому мне хватило на большую часть изделия. Конечно, да, мне еще вязать тело и вязать рукава, но я думаю, что мне 300 грамм будет вполне достаточно. Даже, наверное, будет какой-то остаток. С пряжей работает приятно, но она не для тех, кто чувствителен к шерсти. Мне кажется, что она, в принципе, может покалывать, но не мне, потому что я не особо чувствительна и люблю работать с грубой шерстью. Стирать я пока изделия не стала. Думаю, что постираю уже после того, как я его свяжу. Последнее время я в процессе стирала изделие, но вот это стирать в процессе мне не хочется. И, как вы, я думаю, заметили, я сижу в джемпере. Это значит, что в Грузии, в Тбилиси похолодание. Это очень приятно. Можно, наконец-то, надевать даже дома какие-то теплые изделия. Не знаю, надолго ли к нам пришла такая осень или нет, но пока идет такой период приятный, я с удовольствием буду носить всякие джемперы и более теплые льняные платья. И это меня очень радует. Так что прогресс есть, рады. И сегодня вечером обязательно продолжу вязание. Что еще вам рассказать? Еще я сегодня с утра встала, начала заниматься домашними делами, поняла, что мне очень хочется шить новые осенние платья. Показывала вам, когда был у нас сегодня разговор об осеннем рукоделии, я вам показывала ткани, из которых я планирую шить платье. И решила, что не буду откладывать в долгий ящик ткань с мотивами Уильяма Морриса. Это клубничные воришки. И я начала шить платье. Взяла выкройку из журнала Burda. Я вам подпишу номер журнала, из которого я пересняла выкройку. Будет очень простое платье, чуть-чуть спущенная линия плеча, потом широкий рукав, у которого будет манжет на резинке и будет кулиска. Кулиска это что-то для меня новое. Я сейчас сидела, смотрела видео на YouTube, как правильно ее пришивать, потому что в журнале по этапам я ничего не поняла, к сожалению. И хоть и там было написано, что уровень сложности для начинающих, но я не смогла разобраться и продолжу, наверное, либо завтра, либо послезавтра. Может быть у меня еще прям чуть-чуть совсем времени будет сегодня. Пока горловина выглядит у платья вот так. И вот здесь вот должна будет идти кулисочка сверху и встанет шнурочек какой-нибудь. Не знаю, что пока есть у меня он или нет. Ну и длинный рукав, он будет присборен. И пышная юбка, как всегда, моя любимая. Я, в принципе, где-то 50% работы я сегодня сделала и 50% мне осталось. Сейчас я пойду это все повешу на манекен. И когда у меня будет время продолжить, то обязательно продолжу шитье. Что вам еще рассказать? Как мы провели отпуск? Мы ездили на три ночи в город Батуми. Решили, что было бы неплохо один раз приехать на морской курорт осенью, посмотреть, каково это жить. В городе около моря. И остановились в госенице в самом Батуми впервые за очень много лет. Обычно мы останавливались в каких-то пригородах, где-то на свежем воздухе. В этот же раз мы остановились в самом городе. В принципе, не пожалели, потому что мы успели много что обследовать, походить. Какие-то новые заведения для себя открыть. Покататься на велосипеде успели, встретиться со знакомыми успели. Я успела сходить в вражный магазин и небольшой записал вам сюжет. Ну и также покажу просто кадры из отпуска под музыку, которая была придумана специально для этого отпуска маленького трехдневного. Но в последний день погода начала ухудшаться и начались дожди. И дожди такие сильные, друзья. Я никогда не видела такой сильный дождь ночью. Прямо как в какие-то тропические дожиды, которые совершенно не прекращаются. И вчера, когда мы уезжали из города, дождь лил-лил. И предположительно будет леть еще несколько дней. Так что мы отлично провели время. И я вам записала уже дома несколько маленьких сюжетов. Покажу, что привезла с собой. Привезла и камешки, и какие-то винтажные находки вам покажу. И еще что-то. Так что сюжеты будут разные в этом видео. Будут на разные темы. Надеюсь, что вам будет интересно. Ну а я потихоньку начинаю входить в рабочий режим. Не знаю, насколько надолго. Потому что вот уже совсем скоро к нам приедут друзья из Европы. И приедут они на 10 дней. И большую часть времени я буду проводить в кругу друзей. Так что не знаю, насколько продуктивно я буду. Поэтому сейчас буду стараться сделать по максимуму. И сегодня была дома. Что-то приводило в порядок какие-то дела. А завтра ко мне в гости приезжает Ольга Яшвили. И мы наконец-то расчехли мою вязальную машину. Которую я к своему стыду даже еще ни разу не открыла. Просто такой ритм жизни, что я не успевала. И завтра мы, думаю, ее распакуем. Поставим. Поставим, скорее всего, на кухне. Потому что, чтобы учиться вязать, мастерская не очень подойдет. Там просто будет не развернуться где-то двум людям. Попробуем поставим вязальную машину на кухне. И попробуем что-нибудь вместе сотворить красивое. У меня появилось описание базового джемпера. Я купила калькулятор. И, быть может, завтра мы приступим к какому-то интересному вязанию. В перерывах, конечно же, будем чаевничать, кофеевничать, что-то перекусывать. И я с огромным удовольствием Ольгу пройму у себя в гостях. И в ожидании. Очень-очень хотелось. И ура! Я очень рада, что завтра наша долгожданная встреча уже состоится. Ну, а на сегодня я с вами буду прощаться. Пойду готовить ужин. Он у меня уже один раз пригорел. Потому что я бегаю по квартире. То стираю, то убираю. То сижу за швейной машинкой и прозевалую. Пока муж не пришел домой, нужно срочно устранить все безобразие, которое там на сковородках произошло. Так что я побежала. Увидимся с вами завтра, уже в четверг. Видео выйдет в пятницу. Оно будет не такое, наверное, прямо масштабное и большое. Но надеюсь, что будет уютно. И вы хорошо проведете время в моей компании. Встретимся в четверг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень интересно, что же это за огурцы. Мама мне сказала, что они похожи на турецкие огурцы, такие декоративные. Но они были у многих продавцов и все уверяют, что по вкусу это просто очень похоже на огурец. Но так как это экзотично выглядит, эти огурцы стоят в 10 раз дороже, чем обычные. Даже чуть больше и продаются они поштучно. Ну, купили попробовать. Не знаю, как будет. Муж отказался пробовать. Буду пробовать сама с салатом. Так что посмотрим, какие они будут на вкус. Ну, еще мы там купили местный орех и фундук. И купили еще интересный фрукт, с которым, я думаю, что не все мои зрители знакомы. Потому что вы живете в разных странах. И, возможно, в каких-то южных регионах с этим фруктом знакомы. Это называется унаби. И это, по-моему, имеет еще название китайский финик. Это ягода. Растет на большом дереве. Я вам, наверное, фотографию ставлю. И она вкусная, сладкая, с хрустящей такой корочкой. Внутри одна косточка. По вкусу напоминает яблоко. Но это не совсем оно. Очень люблю. Сейчас пришел их сезон. Очень много видела этих деревьев в кахете. Но нашли в горе и купили. Купили буквально стаканчик. И решила вам быстренько показать, пока я не стала это поедать. И этот фрукт очень даже полезный. Ну, еще купили тыкву. Обещала продавщица, что будет она сладкая. Это домашняя ее тыква. И муж попросил вареную тыкву. Я не очень понимаю вареную тыкву. Я люблю тыкву. Ну, либо запеченную, либо в крем-супе. Но ради него, конечно же, как минимум половинку я ему сварю. А вторую половинку себе, наверное, пущу на крем-суп. Что вот такие были фермерские покупки. Неожиданно в отпуске у меня получилось очень хорошо пополнить коллекцию винтажной посуды. Я ходила по Батуми по винтажным магазинам. Ну, и еще заезжала в один город. Заехали мы по дороге домой. И посмотрите, какую же красоту я оттуда привезла. Сейчас общий обзор. Ну, и подробнее про каждый предмет хотя бы пару слов скажу. Покажу вам клеймы. Там очень много всего интересного. Я еще не изучила все-все-все. Мне только предстоит. Этот раз внимательно смотрела все, что можно было увидеть в антикварных винтажных магазинах. И выбирала посуду, конечно же, всю по цветовой гамме, сине-белую. И старалась взять с разными клеймами посуду. Ну, я, собственно, практически все, что было штучно-поштучно, то, что продавали, я все забрала. Было очень много красивой посуды целыми сервизами. Но сервиз мне покупать неинтересно, поэтому я выискивала что-то особенное. Давайте начнем с маленьких тарелочек. Такая чудеснейшая тарелка. Красивые дубовые веточки с желудями. И сюжет такой охотничий. Очень красивая маленькая тарелка. И это довольно известная английская марка. И у меня, этой же марки, есть молочник. Я вам его тоже не показывала. Молочник мне прислала мама. И он был куплен мною, но где-то, уже не помню где, довольно давно. Вот Royal Mail и Country Life. Royal Mail выглядит вот так. Тут тоже есть дубовые веточки. И тоже сюжет похожий. А в этот раз это Country Life. Такую вот тарелочку приобрела. Потом очень симпатичная. С цветочками. И таким ажурным краем. Это английская марка Ridgeway. Начала читать про клейма, но так и не завершила изучение темы. И еще мне все это предстоит. Тоже очень симпатичная. Все они были в единственном экземпляре. Еще одна красивая тарелочка. Здесь пейзаж и домик, и горы. Ну, просто прелесть. И чертополохи красивые, цветочки. Очень такая нарядная тарелочка. И у него есть интересная такая эмблема с единорогом. Я с брендом не знакома. Про него я еще вообще ничего не успела прочитать. Но вам показываю. Буду изучать вопрос. Мне очень интересно. Я отчасти, наверное, поэтому приобретаю новые какие-то предметы. Потому что мне интересно почитать историю. И сам факт обладания чем-то таким старым. История меня очень воодушевляет и вдохновляет. Стронницу. Тоже симпатичная. Тоже здесь охота, по-моему. Да, охотничий сюжет. И здесь просто маркировка England. И тоже это этот же, собственно, бренд. Майот. Не знаю, правильно произношу или нет. Здесь тоже есть дубовые листики. И очень изящная. Я думаю, что для бульона она мне лично маловато. И я буду, например, на стол подавать в ней варенье. Или какие-нибудь соусы. Или сметану. Очень красивая. И мне ее продали с каким-то из этих блюдей. Но мне кажется, что она ни к одному из этих блюдей не подходит. Ну да ладно. Зато такое интересное пополнение случилось. Еще глубокую тарелочку купила. С домиками красивыми. И тоже повозкой с лошадью. Вот такая. И эта тарелка имеет такое клеймо. Тоже нужно будет поизучать. Но очень симпатичная. Я в предыдущей тарелке, которую тоже привезла из отпуска, когда мы путешествовали в Аджаре на море, я очень полюбила накрывать и подавать в этой тарелке себе салат. Огурец, помидоры, какая-нибудь брынза. Очень красиво выглядит. И очень приятно из этого есть. Из таких тарелок. Еще одна классная находка. И это старая чашечка Велероин Бог. Она без блюдца. И она более насыщенного синего цвета. Посмотри, какой прекрасный сюжет. Здесь деревенский домик. Там какой-то замок виднеется. И старенькое клеймо. Велероин Бог Рустикана. Красивая чашечка. Мне, в принципе, подойдет и под чай, и под кофе. И еще в самом Батуми, в антикварном магазине в центре. Антикварный просто прекрасный был. Там такие красивые были сервизы. Но сервизы мне не были нужны. Я просто спросила, есть ли что-нибудь. В единственном экземпляре какой-нибудь предмет. И мне показали эту чашечку. Чашечка старая немецкая. Тоже имеет клеймо. Я не помню, как называется моя фирма. Но я знаю, что среди моих зрителей есть знатоки. И что вы за меня наверняка порадуетесь. Очень симпатичная. Мне как раз она подойдет для турецкого кофе. Как раз отличная порция. И нужно будет подобрать какое-нибудь просто, наверное, изящное белое блюдечко под эту чашку. Такие приобретения были. И надеюсь, что вы за меня порадовались. Скоро будем делать новую красивую сервировку стола. Привет, друзья. Сегодня четверг. У меня уже стемнело. Я сегодня так была увлечена процессом изучения вязальной машины, что очнулась, когда муж позвонил в дверь. Оказывается, уже начало седьмого. У нас очень пасмурно сегодня. Очень темно. Поэтому снимаю при искусственном освещении. Но пришла с хорошими новостями. Я вчера практически вывязала тело джемпера. Мне осталось вывязать резинку. Я ее даже уже начала. Провязала несколько рядов. Вчера был прям прекрасный прогресс. Вот маркер вчерашнего дня. Я уже изделие вчера переснимала на вспомогательную леску два раза. Смотрела. Все хорошо. Поэтому перешла к вязанию резинки. Ну где-то вот такая будет. И уже приступлю к вязанию рукавов. Будет простая работа лицевой гладью. И у меня есть подозрение, что у меня даже 200 грамм хватит пряжи. То есть у меня уйдет всего два моточка. Отличный, я считаю, расход. И пряжа весьма приятная. Так что могу ее рекомендовать. Меня спрашивали про пилинг пряжи. Я вяжу из этой пряжи. Плечевое изделие впервые. Поэтому ничего не могу сказать. Но знаю, что моя подружка очень эту пряжу любит. И уже вязала из нее плечевые изделия. Надо будет у нее поинтересоваться. Может быть, как ты в комментариях напишешь. Напиши, если что. Так что красиво должно получиться. Вот так. И рукава я, скорее всего, буду вязать без больших убавок. Свобода облигания очень хорошая. Сидит изделие просто замечательно. Так что все хорошо. Все хорошо продвигается. И сегодня вечером я обязательно продолжу. Что сегодня происходило. Сегодня ко мне приезжала Ольга Яшвили в гости. И мы с ней кое-какие моменты в вязании на машине отрабатывали. Поставили ее на стол рабочий в мастерской. И я начала вязать уже плечевое изделие базовое. Джемпер базовый. Купила уже в августе, получается, наверное, калькулятор по расчетам. То есть ты вводишь свои параметры, параметры образца, свои параметры. Ну, все необходимые данные тебе калькулятор выдает все расчеты изделия. И просто нужно ему следовать. И вместе с Ольгой мы начали вязать изделие. Я уже после ее ухода сделала. Отвязала пройму. И почти закончила скос плеча. Но в самом конце у меня какие-то косяки пошли. И сейчас буду пробовать их устранять. Именно поэтому я начала там что-то переделывать. И именно в этот момент уже стемнело. Пока я была настолько увлечена, время полетело просто раз и нету времени. И за это время я успела за 2, где-то с половиной часа чуть побольше связать почти всю спинку изделия. Хочу сегодня добить эту часть работы. И изделие отправить в стирку. И посмотреть, какова будет посадка. Но, что могу сказать. Было связано 2 образца. Один пробный образец для того, чтобы понять плотность. И второй уже большой полноразмерный образец. И я думаю, что подробности уже будут в следующем видео. Потому что это видео и так будет очень, наверное, насыщено всякими разными вещами. Но это интересно. Интересно, захватывает. Признаюсь, мне поначалу было очень страшно. Сейчас как-то страх немножко на спад пошел. И даже если у меня куда-то уходят петли, я тихонько, потихонечку все недочеты какие-то ликвидирую. Вот такие новости по вязанию. И еще сегодня с утра я успела что-то приготовить на обед. Чтобы мы смогли сделать перерыв во время нашей вязальной встречи. И успела практически дошить платье. Я уже полностью завершила работу над верхом. И мне единственное, что осталось, это подшить платье внизу и делать строчку. А так оно уже готово. Я с удовольствием вам его завтра примерю. Поставила пока временно ленту не очень толстую, синенькую. Мне, в принципе, кажется, что она неплохо здесь смотрится. У меня кулиска здесь имеется. И очень симпатичная конструкция. Очень интересное силуэт платье. И вам обязательно его на себе продемонстрирую. Еще пару швов осталось отправить. Но я, возможно, даже все это доделаю в утреннее время. Завтра до того, как сяду снимать для вас последний сюжет для этого видео. Рукава на резиночке. Кулиска. Я все никак не могла с ней справиться. Никак не могла понять, как она вывязывается. И спасибо моей маме, что она мне дала отдельные советы. У меня вроде бы все неплохо получилось. И у меня, конечно же, пышная юбка. Я сделала кое-какие коррективы. И не сделала ширину изделия, как по журналу Борда. Просто потому, что мне не подошла ширина. Мне нужно было, чтобы изделие было пошире. Платье в оригинале короче. Оно чуть ниже колена. У меня же оно сильно ниже колена. У меня длина такая устраивает. И осталось совсем немножко. И можно будет примерить платье. Если посмотрю, как оно в носке, возможно, я повторю это платье еще в каком-нибудь другом материале. Если мне понравится его носить. Если меня все в нем устроит. Ну, вообще, неплохая такая базовая получилась модель. И неплохая выкройка. Но полотнище юбки. Предполагалось, что оно будет около, кажется, 60 сантиметров. Каждое. А я увеличила до 80. Чтобы было побольше складочек. Чтобы юбка была более пышной. Иначе бы это просто, можно сказать, что практически сидела бы по бедрам. Свобода облегания была бы 10 сантиметров. Это маловато. Так что очень осеннее классное платье. Осталось совсем чуть-чуть. И уже можно его выгуливать. Погода уже как раз установилась такая, что вполне можно ходить в платьях. Можно даже сверху накинуть пиджак, блейзер или кожаную куртку. Так что уже почти готовы это платье тестировать и выгуливать на улицу. Такие новости были на сегодняшний день. Я сейчас пойду быстренько поужину и доделаю финальные штрихи в спинке джемпера. И, возможно, если я его сниму с машинки вязальной, то смогу вам его завтра продемонстрировать. Давайте увидимся уже завтра в финальном эпизоде этого маленького влога. Друзья, я хотела с вами еще поделиться тем, что я привезла из Батуми. Уже упомянула, что заходила в магазин пряжи. И купила там немножко пряжи. Прям совсем чуть-чуть. Под специальный проект. Кограмм Вулса Картвелла все рассматривала. Эту носочную пряжу по цветам. И убедилась, что мне она подходит. Ну, я думаю, что многие догадались для чего. Это носочная пряжа Gazal Unicolor. Цвет вот этот передается у вас более кирпичный, но больше в такой ягодный или винный уходит. И горчица не такая яркая. И купила я два моточка 50-граммовых для того, чтобы связать полосатые носки в цвете Гриффиндор по Гарри Поттеру. Пряжа очень нежная, очень приятная. Я из этой пряжи уже вязала воротник морячку такой сине-белый. Мне она в работе тогда уже понравилась. И моточки так странно выглядят. Не просто так, а потому что из этой пряжи я уже связала образец на машине. Знакомились со всякими техниками вязания на машине. Она вскользь сказала, можно на машине связать носки за полчаса. Не знаю, насколько это было образное выражение или нет, но мне сразу пришло в голову, что классно было бы связать полосатые эти носки на машине. Я уже даже поизучала кое-какие мастер-классы на ютюбе и буду вязать носки на машине. Связан образец. И, друзья, мы обе пришли ко мнению, что эта пряжа очень приятная и тактильная. У нее даже какой-то нежнейший есть пушок. Не знаю, как она будет пеленговаться, потому что носки из нее я еще не вязала и не носила. Но чисто визуально и тактильно, это очень приятная пряжа. И у нее есть очень красивые расцветки, однотонные. Я купила два мотка, может быть, даже потом еще докуплю. Прекраснейшая пряжа, очень приятная. И из этой пряжи будут такие классные веселые носки. А еще я там заходила в очередной раз в керамическую мастерскую, где проходят мастер-классы детские и взрослые. Находилась она в этот раз совсем недалеко от отеля. И я там уже покупала керамические грибочки, с которых составила украшения. И докупила сморчок. Посмотрите, какой милейший. И с ним такая история приключилась. Я приехала домой, конечно же, сразу стала распаковывать вещи. И хотела разложить все, что я привезла и купила, и не нашла я его. Помню, что когда собирала вещи в гостинице, я его куда-то быстро положила и не могла вспомнить, куда я перерыла все вещи. Не нашла. Думала, может быть, он выпал в машине. На следующее утро побежала с утра в машину. Там его не нашла. А потом, когда постирала вещи, которые были привезены из отпуска, оказалось, что грибочек попал в одежду. И он выдержал стирку. И все с ним хорошо. И купила я его для того, чтобы, конечно же, сделать с ним снова украшения. Эти грибочки делает кто-то из мастеров, кто работает в мастерской. Ну, а еще там были симпатичные подвески. И я купила себе керамическую подвеску с бантиком. Уже ее носила просто так, со своим платьем синим-белым, с принтом Жуи. Но хочу собрать с этой подвеской украшения. У меня как раз есть синий-белые бусинки. Думаю, что будет очень симпатично. Такая простая. Простой кулончик такой, но очень изящный и милый. Это не все. Еще я купила натуральную косметику. Хозяйка магазина Улса Картвелла Наталья. Очень много лет занимается натуральной косметикой. Это был ее основной профиль раньше. До того, как она переехала в Грузию. И она очень вкусно рассказывает о натуральной косметике. Делает и продает ее в этом же магазине. И недавно она купила дистиллят медный. И там такой завораживающий процесс, как из каких-то листиков получается. Такая живая полезная вода. И я купила гидролат розмарина. Это стопроцентная вода розмарина, выжатая из, собственно, растения. В такой красивой бутылочке. Можно приобрести на разлив это там. И эта живительная водичка полезна для волос. Я чуть-чуть перелью в спрей. И буду опрыскивать волосы, чтобы они лучше росли. И напитывались. И я очень рада. Там еще было очень много мыла. Я что-то теперь жалею, что надо было и мыло взять. Но в любом случае я всегда могу оформить доставку. Доставка, кстати, есть у всех товаров из магазина по всему миру. Так что имейте в виду. И вот такая красивая бутылочка. Думаю, что я ее поставлю даже не в ванной, а около прикроватного столика. Очень эстетичная. Ну и еще я, конечно же, привезла с собой гору камней. Я пока их не разложила. У меня просто на это не хватило времени. Но я обязательно это сделаю попозже. Раскладку красивую. Что здесь приехало со мной? Такого интересного. Я опять, конечно же, сидела и копалась в камешках все время, когда была на море. У меня было даже не до вязания. И из таких ценных экземпляров, что я привезла. Во-первых, вот такой интересный камень. Сверху он прозрачный, а снизу нет. Он так красиво светился на море. И как раз был закат. Я даже это запечатлела себе. Просто красота. В высохшем виде это не так заметно. Но он очень красивый. Потом есть камешек с отпечатком раковины. Тоже классно. Взяла на память. Потом в нашей гостинице в цветах было много камешков. Вот таких. И я тоже такой нашла на море. И привезла. Может быть, кстати, положу среди растений. А может быть, положу свою волшебную стеклянную вазу, в которую у меня все камешки из июльских копаний приехали. Что здесь еще красивого? Здесь, скорее всего, вот это розовый кварц. Сейчас просто очень плохой свет. Но этот камешек отчетливо розового цвета. Но еще было много кварца. Агата. Это из того, что я уже знаю. Я привезла, в принципе, не так уж и мало. И отбирала камни. Ну и было еще что-то, что мне просто понравилось. А еще были керамические осколочки от посуды. Такие милые, что мне кажется, нужно наконец-то научиться паять. И спаять из них какие-нибудь подвески для украшений. Тем более, что они белые, а белые. Керамику я очень люблю в украшениях. Она очень красиво выглядит. Так что вот такие были находки, покупки. И с радостью этим с вами поделилась сегодня. Друзья, я уже в новом платье. И такое удобное получилось. Я бы, наверное, даже повторила еще его в какой-то ткани. Ворот на кулиске. Ленточку очень симпатичную поставила. Но, возможно, потом поменяю на барх. Может быть, даже на красную. Потому что надо как-то акценты сделать. Я надела серьги красные из коралла. И надела с платьем брошь в виде совы. Ну, ее не очень заметно. Но мне она здесь нравится. Рука в три четверти на резинке. Спущенная линия плеча. Тут имеется разрез. Но он не глубокий. И я сделала более пышную юбку, чем была по описанию. Очень хорошо получилось состыковать планки. Я подгадывала. Поэтому пришлось немножко не экономить материал. Но материал у меня еще остался на какие-то классные проекты. Может быть, я даже какую-нибудь стегнутую косметичку себе сошью. Или что-нибудь другое. И давайте во весь рост покажусь. Камеру придется перевернуть. Я в шерстяных носках. Такая счастливая, что хоть немножко похолодало. И с удовольствием уже сейчас переберу все теплые носочки. Буду их с радостью носить. Давайте во весь рост покажусь. Платье ниже колена. И очень уютное. Очень удобное. Не очень широкое. Вполне можно носить и с верхней одеждой. И с какими-нибудь свитерами. Или лучше даже кардиганами. Прекрасное получилось. Я очень довольна. И если бы ширина была как в описании, то это было бы почти вот такое прямое платье. Мне такое было не нужно. Вот так выглядит намного уютнее. И пожалуй я в нем сейчас останусь. И буду проводить день за монтажом видео именно в нем. Потому что оно очень симпатично получилось. Привет, друзья. Сегодня пятница. Этот влог получился какой-то очень сумбурный. С небольшими фрагментами. Меня во влоге не так много. Но я надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра каких-то интересных сюжетов. И давайте завершим видео на моем вязаном джемпере с лошадками. Я вывязала тело. Даже немножко отпарила. И как и ожидалось, у меня вроде бы были какие-то волны. Но на самом деле все разгладилось. Протяжек не видно. Все хорошо. Все красиво. Примерка, наверное, уже будет, когда я довяжу рукава. Вот сверху отпарила. Снизу что-то нет. Надо будет это исправить. Длина получилась для меня совершенно стандартная. Посадка очень хорошая. Ничего волнами не пошло. Все красиво. И я уже приступила к вязанию первого рукава. Ну, провязала немножко. Вчера как-то я так была увлечена вязанием на машине, что вечером тоже и какие-то идеи собирала. Посмотрела какие-то мастер-классы на ютюбе. И очень хочу приступить попозже к вязанию носочков на машине. Такие ровные полоски, как получились у меня на вязальной машине. И такое полотно, конечно, я руками, наверное, не свяжу. И хочу связать носки на Гарри Поттера. Будут классные, полосатые. Посмотрела на ютюбе много мастер-классов. Есть, как сделать расчеты. Прямо все очень подробно. Поэтому я думаю, что я справлюсь. Пряжа шикарнейшая. Я вам ее уже поближе показала. Если вы вязали носки из этой пряжи и носили, напишите как. А не в носке. Потому что я еще не носила, только вязала какие-то совершенно другие вещи. Но я думаю, что эта пряжа отлично подойдет также для перчаток. Возможно, я ее даже еще докуплю. Я вам в этом видео не буду показывать то, как выглядит моя деталь, связанная на машине. Давайте это перенесем на следующей неделе. Или я бы хотела на следующей неделе проект этот завершить. Раз у меня за 2,5-3 часа получилось связать спинку, то есть шансы, что на следующей неделе у меня найдется немножко времени, чтобы связать и перед, и рукава. И потом все это собрать. И покажу вам уже попозже, потому что в этом видео и так очень много всякой информации. Это будет уже, мне кажется, перебор. Но я, по крайней мере, так это для себя вижу. Но интересный опыт. И я с удовольствием его продолжу. И давайте быстренько подведем итоги, что же происходило на этой неделе. Ну, во-первых, я очень хорошо отдохнула и набрала силы и энергии. Продолжаю вязать жаккардовый джемпер. Сшила чудеснейшее платье. Построила еще много разных планов. И готова вступать в теплую осень с хорошим настроением и полной энергией. Я думаю, что на следующей неделе мы во вторник с вами встретимся на чашечку чая или кофе сну. И будем украшать дом к осени. Переберемся с кухни в какое-то другое пространство. Наверное, в гостиную. И я знаю, что многим формат таких роликов коротких понравился. Поэтому я продолжу их снимать. Будут перерывы на что-то еще. На следующей неделе я еду снимать новый сюжет рукодельничьим в Грузии. Наконец-то! Я знаю, что и эти видео вы ждете. Поэтому будет много чего интересного еще впереди. У меня очень много интересных проектов. И не только те, которые я запланировала себе на осень. Но и еще что-то параллельно. Я по традиции благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, что вы хорошо провели время в моей компании. Позанимались в любимом хомби. Или просто отдохнули в кресле на диване с чашечкой чая или кофе. И желаю вам мира, добра и тепла. Буду рада вашим сердечкам, комментариям, подписке на канал. Встречаемся по вторникам и пятницам. Иногда с перебоями. Но я продолжаю что-то делать своими руками. И надеюсь, что мои проекты вас на что-то вдохновляют. Напомню, что в описании к этому видео вас всегда ждут полезные ссылки. Иногда я пишу какие-то данные по описаниям, с которыми работаю. Также в описании есть ссылка на два телеграм-чата. Один посвящен вязаным игрушкам, другой жаккардам. И в чате про жаккарды после выхода моего видео про мою визуальную библиотеку Одна из участниц чата поделилась информацией про интересного дизайнера. И я в этот же день просто незамедлительно пошла на Амазон и заказала две интереснейшие букинистические книги, которые мы будем с вами уже рассматривать, наверное, в октябре, когда они ко мне приедут из Америки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok